Здравствуйте, дорогие друзья! Мое имя Артур Жусупов и я являюсь одним из тех, кто преподает математику и критическое мышление, а также курсы SAT в образовательном центре MSDC. Наш совокупный опыт подготовки больше, чем 15 лет, и на основании этого опыта мы с вами делимся различной умной информацией. А вы слушаете ее, применяете ее в процессе своем поступления, и если она вам полезна, оказывается, вы возвращаетесь и ставите лайк этому видео. Итак, сейчас начался ноябрь месяц. Да, хоть и видео на этом канале, новых видео, не выпускалось достаточно долгое время, но это связано не более чем с резко увеличивающейся нагрузкой. Вот, мы набираем определенные группы и посвящаем все-все-все свое время преподаванию. Поэтому времени вот для такого хобби, коим является для меня наш YouTube канал, было все меньше и меньше. Но сейчас процесс устаканился, в общем-то группы запущены, и теперь я могу вернуться к своему любимому делу, а именно, значит, пилить выпуски в формате толка, в формате подкаста, не знаю, как вы называете. И также мы возобновляем нашу любимую рубрику, вашу любимую рубрику «Задача дня». Весь прошлый год, каждую неделю мы снимали по одной, по решению одной задачи каждый день, выкладывали это в наших соцсетях. И потом в конце недели это все ложилось в такой интересный выпуск, где 5-7 задач, интересных задач из формата NUED, из формата SAT, решение этих задач было представлено вашему вниманию. Так вот, ребят, вот если, значит, такое вам необходимо, пожалуйста, поддержите данный выпуск лайком, канал подпиской, ну и, конечно же, будем благодарны за рекомендацию. Итак, тема выпуска следующая. Почему предстоящая SAT является историческим, эпохальным? Как вы знаете, с марта следующего года все SAT в международном формате, ну, на международных тестовых центрах, они будут проходить в формате digital. Как это будет происходить, что там это будет с собой нести, в принципе, есть много материала в интернете, но пока, как говорится, не проверишь, не узнаешь. Поэтому, вот предстоящая SAT, которая будет последнему, поэтому он будет очень-очень важным. Он важен будет для тех, кто поступает на Зарбаев университет и хочет поступить на программу Direct. Потому что, вот если вы проанализируете статистику, если вы, значит, внимательно проследите за отзывами тех, кто поступил, ну, в общем-то, проведете такую небольшую домашнюю работу, проделываете, вы поймете, что на Direct поступать через NUED это достаточно так себе затея. То есть, в основном те, кто поступили на Direct Назарбаев университета в прошлом году, они сделали это лишь благодаря сертификату NISH, то есть, это выпускники NISH, и благодаря успешно сданному экзамену SAT. Вот таких ребят было большинство. Лишь мизерная часть поступает на Зарбаев университет на программу Direct через NUED. Обусловлено это тем, что, ну, наверное, то есть, можно предположить, что, значит, SAT-экзамен достаточно доступный сейчас и был. Его сдают больше, его сдать легче, и, следовательно, его можно сдать несколько раз. Вот, но также, видимо, котирующиеся баллы, вот, SAT, то есть, по мне, так вот, например, SAT-1350-1400 набрать гораздо легче, чем NUED-150 баллов. Именно вот такого рода цифры вам нужно набрать, чтобы было, чтобы вы были успешно зачислены на программу Direct. Там, конечно, зависит от школ и так далее, но в среднем, то есть, я говорю в среднем, основываясь на статистику вот некоторых активистов и Telegram, Telegram-чатов. Так вот, значит, теперь давайте подумаем. Вам нужно, значит, набрать порядка 1400 баллов на экзамене SAT. Это, в принципе, достижимая задача, многие наши соотечественники набирают и больше, но сможем ли мы быть уверенными, что мы наберем такой балл на экзамене SAT Digital? Вот здесь вот, конечно, большая проблема, потому что, когда экзамен меняет свой формат, и вы идете его сдавать в первых рядах, даже если у вас есть какое-то представление, вы находитесь в невыгодной позиции. Вспомните вот игру Кальмара, когда они там перепрыгивали через мостик, да, и нужно было, скажем так, ну, то есть, первые ребята, первые вот игроки, они были обречены на неблагоприятный для них исход. И те, кто были ближе к концу, вот, они уже, соответственно, были в более выигрышной ситуации. То есть, вероятность победить у них была достаточно высокая. Вот здесь, конечно же, это не игра Кальмара, слава богу, но суть примерно та же самая. То есть, вы идете, не зная всей серьезности этого экзамена, всех нюансов этого экзамена, всех правил этого экзамена. Поэтому, я здесь хочу сейчас сделать очень такой серьезный стейтмент. Ребят, вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы на вот ближайшем SAT набрать свой максимальный балл. Закончить вот эту эпопею с экзаменом SAT, отложить ее в сторонку и уже сосредоточиться, не знаю, там, на подготовке к экзамену ENT, на подготовке, там, других активностей, других экзаменов, поступлению, там, подачи документов и прочее, прочее. То есть, вот здесь вот сейчас, пока на дворе, там, начало ноября, это сделать можно. Это сделать можно. Ну, не начало ноября, сейчас уже 9 ноября, следовательно, остается 3 недели, 21 день у вас в запасе. Что такое 21 день? Если бы я был вами, значит, 21 день это 3 недели. 3 недели это, как минимум, полноценных 6 пробных экзаменов. Это вдобавок к тем, которые вы уже должны были прорешать. Значит, есть у вас воскресенье и есть один день посередине недели, например, среда. Вот эти дни нужно посвятить написанию практиц-тестов и, соответственно, проработке ошибок над ними. В эти дни вы можете себя освободить от всех домашних дел. И я вам разрешаю в воскресенье не ходить в школу и также в среду не ходить в школу. В угоду только вот этим вот действиям. Я, то есть, вы только не говорите, пожалуйста, министру Аймагомбетову. Значит, я наблюдал, как это делали ребята в прошлых годах. Они шли на многие вещи, на многие жертвы. То есть, они жертвовали школой, они жертвовали, скажем так, своими там другими какими-то активностями. Потому что это капец как важно. То есть, вот вы сейчас должны понять, что all in. То есть, все на экзамены сойти, которые в декабре. Почему? Потому что вы хотите быть тем самым игроком, который эту игру кальмара начинает в первых рядах. Вот. И я вам тоже не советую. Поэтому, если вы сейчас напряжетесь и сделаете максимум усилий для того, чтобы набрать свой максимально возможный балл. Вот. Из той ситуации, которая у вас сейчас есть. Это будет правильное решение. Вот. Для достижения этого нужно будет чем-то пожертвовать. Я очень часто слышу, как многие говорят, у меня такие-то курсы. У меня английский, у меня IELTS, у меня ENT, у меня школа, у меня Сочи, у меня Сору, у меня там братишка, у меня тренировки. У меня нет времени на написание ваших пробных тестов. Вот вы мне то, что дали на уроках, все, вот это вот я и буду использовать. Окей. Но результата он сам себя не сделает. Вот. То есть, почему важно писать пробные экзамены на SAT, наверное, вы уже знаете. Я много говорил, то есть много об этом. Ну, об этом, в общем-то, все говорят. Но, когда вы пишете пробный экзамен и когда вы пишете его массово, то есть 5, 6, 7 штук подряд, для вас вопросы уже будут, ну, скажем так, увидел вопрос и ищешь уже сразу же ответ. Ты даже не задумываешься о решении, потому что они все там настолько похожи между собой, настолько они близки, что многие для вас будут уже, ну, как родные. Это так. Как будет на новом экзамене сойти? Фиг его знает. Нету достаточно большого количества материалов для подготовки. Вот мы сейчас делаем большой такой ресерч, мы составляем новый курс. Пардон. Мы составляем новый курс для подготовки, вот именно к SAT Digital у нас готов, почти процентов на 70. Вот. Но прежде мы хотели бы сделать такой основательный ресерч, но lack of materials, то есть очень мало материалов, которые можно использовать для подготовки. Структура вопросов изменится, тайминг изменится. Он как бы станет легче, он станет, там, другим, он не станет тяжелее, да, его будет легче писать, он будет в цифровом формате, но когда формат экзамена меняется, и когда, значит, вы боретесь уже вот в потоке от 1400 до 1500 за каждые 10 баллов, там важна каждая деталь. И вот именно по этой причине, потому что это значительно, да, вот первые, кто пойдут сдавать, они будут набирать значительно меньше, потому что это будут, ну, скажем так, люди, на которых будут тестировать определенные гипотезы устроителей этого экзамена и сойти. Поэтому очень важно сейчас вам собраться с мыслями, собраться и писать пробные экзамены. Для тех, кто состоит вот в нашем канале в Телеграме и для тех, кто состоит в нашем клубе поступающих, это такой чат, мы будем проводить еженедельные пробные экзамены и будем заморачиваться с проверкой. Будем делать определенные там репорты и давать вам определенные разборы. Вот, это касается официальных пробных экзаменов. То есть, если вы их еще не писали, пожалуйста, вливайтесь в нашу движуху. А для тех, кто обучается у нас на курсах, естественно, ну, а мы об этом всегда говорим, каждое воскресенье мы готовы писать в онлайне и наши тестовые кабинеты открыты для написания вживую. Теперь, значит, для тех, кто у нас обучается, мы подключим еще дни, это будет среда. И, в принципе, любой день на неделе, но только в первой половине дня. Вот, но здесь, как я сказал, если вы, значит, принесете в жертву несколько уроков, если у вас там снизится оценка, ну, условно снизится оценка там по определенным предметам в школе, но при этом вы сдадите СТ на высокий балл и вам уже не нужно будет потом переживать по поводу там ЕНТ и других экзаменов, я думаю, это того стоит. Подумайте об этом на досуге. Это не призыв к действию, это ни в коем случае не рекомендация. И, надеюсь, то есть вы, министра Магометова, об этом не скажете, что есть вот такой же супов, который там всех бурагозит на то, чтобы школу прогуливали. Да, это как один из вариантов, где вам изыскать время, потому что цена этого, то есть цена того, к чему это приведет, она достаточно высокая и она может окупиться. Но она, конечно же, не окупится в случае вашего провала или там недобора баллов на экзамен. Но здесь, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да, я не рекомендую пить шампанское, я рекомендую набирать высокие баллы на экзамене СТ. Итак, спасибо, что вы послушали все это. Безумно рад вернуться, безумно рад ощутить вашу поддержку и энергию. Спасибо хейтерам отдельно. Да, у нас, оказывается, много хейтеров. Вам огромное спасибо. Оставляйте любые реакции к этому каналу, к этому ролику. Увидимся в следующих видео.